Привет! Я Свекла Арт. И сегодня я вам покажу, как слепить такие пластиковые фигурки дома. Не имея никаких специальных инструментов, а лишь приобретя пластик. Сейчас я все покажу вам, как это все делается. Вчера начала я свои эксперименты, и получаются такие забавные фигурки. Значит, какой берем пластик? Пластик я приобрела в таких гранулах. Для того, чтобы он принял рабочее состояние, нужно налить горячую воду и поместить его в воду на некоторое время. Ждем, пока наш пластик приобретет прозрачное состояние. Ну все, пластик у нас стал прозрачным, через такие симпатичные икринки. Теперь можно заняться лепкой. Он становится таким пластичным, похож на пластилин. Не советую сильно его складывать и сминать, потому что образуется там воздух. А застывает он достаточно быстро, точнее не застывает, а становится таким более твердым. Поэтому сначала определяемся, что мы будем лепить, подготовим для этого все, а потом уже приступаем к лепке, пока он может полежать в воде. Можно добавлять какие-то вкрапления, вот, к примеру, котятам-слонятам я делала глазки из бисера, поэтому надо заранее все подготовить. Ну, к примеру, можно слепить подобного слоненка или котенка. Котенок, слонов пыталась лепить, не очень у меня получилось, можно еще разок попробовать. Для этого нужен бисер. Можно подобрать зеленоглазого слона, слепить. Потому что потом надо будет все делать очень быстро, чтобы пластик не успел застыть. Так, вот две зеленые бисеринки готовы. Ну, и за основу я могу взять картинку из интернета для вдохновения этого слона. Можно взять из воображения, но у меня это с этим туговато, поэтому я ориентируюсь обычно на готовые изображения фигурок слонов. Санюнок. Лепим. Не знаю, что получится или не получится. Значит, это туловище. Сюда мы немного удлиняем. Голова плавно перетекающая будет в хобот. Если вдруг начинает застывать пластик, очень быстро, к примеру, хобот не вылеплен, да, он уже стал грубоватым. Можно, почему я это делала на кухне, можно тут же под горячую воду его положить, поставить, тем самым размягчить определенную часть тела. Так, тут у меня так ножки будут, туловище, ну, без хвоста будет слон. Так, немного надо намек сделать, где у него голова. Так, уши. Так. Вот, вроде что это похожее уже получается на слона. Немного размягчу. Хобот, наверное, уже не буду трогать. Чтобы хобот у нас не деформировался, можно его, в общем-то, под холодную воду поставить. Если мы под холодную воду помещаем в наше изделие, оно тут же затвердевает. Но не навсегда, конечно, опять, если под горячую поднести, он опять размягнет. Сейчас я не буду его под холодную воду засовывать, немножечко вот здесь вот размягчу наоборот. Потому что я хочу попытаться сделать с помощью ножа углубление, которое будет указывать на наличие ног. Сейчас посмотрим, получится у меня это или нет. Давайте попробуем. Вот, углубления у меня получились. И так, чтобы он стоял, мы его ставим и придаем форму. Так, ну, основная вот часть готова. Теперь нам нужно сделать глазки. Ну, в общем-то, все. Слоник у нас слеплен, готов. Проверяем, стоит ли он. Если не стоит, опять же. Прилепляем его, упор делаем. Ножки здесь у меня очень симметрично, уже не исправят. Для первого раза пойдет. Так. Все, помещаю слона под холодную воду. Смотрю, что получилось. Здорово, правда? Махом вот такая вот фигурочка получилась. Ну, вот, в общем-то, и все. Получилась компания вот таких вот пластиковых зверят. При большей практике, наверное, получится что-то более интересное. Я начинающий лепильщик, поэтому у меня только такие создания. Ну, мне все очень приятно и интересно их лепить. Я думаю, что можно вполне их раскрасить акрилом, но я пока не крашу, не пробую, поскольку все-таки думаю, что с практикой у меня станут получаться более такие интересные фигурки. Но вообще существует также краситель специально для этого пластика. Пока я его еще не пробовала. Вот, к примеру, изделие, которое я поместила в горячую воду. Оно начала вот подтаять уже. Смотрите. Вот оно. Здесь оно уже с краев подтаяло, а в серединке оно как льдинка. Вот, если изделие большое, лучше вот это вот все собирать, подтаянное, а остатки расплющивать, чтобы площадь наименьшая была. Опять снова класть в воду. Все, на этом все сегодня. Спасибо вам за внимание. Надеюсь, было интересно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok